Так, поехали. Значит, вторая часть, продолжаем разговор. Мы немножко поговорили о базовых упражнениях, в чем разница между пауэрлифтингом и бодибилдингом. С точки зрения нашей, у нас где-то приблизительно одинаковая точка зрения, но поскольку я не бодибилдер, вот сейчас я у Андрея хочу спросить, насколько важны повторения, вот количество повторений для решения твоих задач, да? Потому что, в принципе, все читали Джо Вейдера, все читали и смотрели видео знаменитых топовых бодибилдеров, и, в общем-то, схемы известны. 8-12 повторений, это вот... Ну, так и есть, да. Ничего не поменялось. Да, в принципе, нет, просто, ну да, там нужно будет определенное время, там, грубо говоря, 40 секунд, когда мышцы должны быть под нагрузкой, и за это время гипертрофия. Если ты там работаешь, ну, там, 3-5 повторений, то силовой режим в любом случае ты... Если ты будешь, ну, хочешь как бы расти, именно увеличиваться в объеме, то, ну, надо делать большое количество. Прямо с секундомером оно не стоит? Ну, не то, что, не то, что там с секундомером, ну... Или просто это количество повторов выполняется вот в это время, да, вот... Ну, как мы вот делаем, мы работаем от 8 до 15 повторений. Если сделали 15, то, значит, добавим вес. Если сделали меньше 8, то вес убавим. Да. Вот так. Хорошо, вот когда ты все равно ради любопытства, ты же себя проверяешь, вот работа на 8-15 повторений, силовые показатели уходят, вот, если ты на раз хочешь, там, раз в месяц пройтись, там, например, в приседе или там уходят? Ну, честно, давно на раз уже не делали ничего. Ну, на три там. Ну, ну, даже на три не делали, ну, нет, сила так не... Ты как бы просто, блин, и все это относительно, да, я как бы в любой момент, вот сейчас я не приседаю там на раз, но в любой момент по весе 300 килограмм я присяду 100%, потому что я сейчас делаю там приседания, ну, где-то вот там 280, 10, 15, вот, я могу... Ну, так вот это и скажи, то есть, да, если ты... Я как бы на раз не выхожу, но... Вот сейчас ты делаешь, делал вот подготовку, 280 килограмм присед. Да. Гак присед. Гак, а, гак присед. Ну, я со штангой, со штангой, вот, это была первая тренировка на подготовке, я просто поприседал, я 200 на 15, ну, в легкую, вообще, без ремня, без ничего, просто, и это первая тренировка, я не приседал. Все, все, и чтобы понятно было, ну, классический жим ты делаешь сейчас в подготовке? Да, только с гантелями. Только с гантелями, да? Почему, ну, несколько слов, почему ты отказался от жима? Ну, мне так удобнее плечи отменить. Ты можешь собрать, там, три упражнения, грубо говоря, ты можешь, и растянуть потом с гантелями, там, и со штангой, ну, штанга, в принципе, хватает такой амплитуды. Да, больше психологический фактор, у нас жим больше психологический, и то, что грудь рвал, у меня тоже самое, я грудь рвал, и какие-то упражнения, вот, такие жимовые ты делаешь, и ты уже такой, блядь, что-то, блин, я что-то здесь чувствую, как будто бы. Ну, вот, но она давит просто, а вот упражнения, там, с гантелями, либо в кроссовере, там нормальные. Ну, и вот, вот, сейчас, вот, по поводу гантелей, ну, есть такое распространенное мнение, что с гантелями большие же веса... Ну, потому что оно в разных руках находится, конечно, настолько большие не получится, но у меня здесь не имеет, да. То есть, вообще для вас, ну, ты хотел что-то там добавить? Я хотел по поводу вот на раз, вот то, что говорили, получится, нет, здесь уже дело больше навыка, то есть, он-то сможет там на раз выйти, но, так как он давно этого не делал, он этого уже физически, в смысле, не помнит. То есть, как это на раз делать, он помнит, как сделать на 8, грубо говоря, то есть, в этой работе, а что, и чтобы в этой работе, это ж, нужно, грубо говоря, переключиться. Ну, два-три месяца поработать, да, чтобы стабилизаторы включились, там. Чтобы все, мозг, чтобы заново научился, ну, грубо говоря, вырабатываться за какое-то энное время. Вот сейчас я задам вопрос, это такой, который, прямо, это самое, поругаемся прямо, полетим в море кто-то из нас. Значит, смотри, я, насколько помню, тебя и Аркашу, у вас, прямо это, наследственность была, вы приседали в штангетках. Да, да. Ну, вот, может, Манолиз тоже подключится. Штангетки для бодибилдера, что это такое? Просто удобная обувь, в которой жестко зафиксирована стопа, где-то каблук. Каблук, вот, и вопрос про каблук. Каблук, вот эти, сколько там, сантиметра полтора-два? Ну, два, да, два-два, сантиметра, думаю. Но там, да, чуть-чуть он, конечно, центр тяжести смещает, то, что ты будешь удобнее. И опять же, смотря по какому упражнению на румынке, такой не поставишь, штангетка. Да, ну, это для приседа. Это в определенном. Для приседа, да. Это глубже сесть, потому что голеностоп не позволит сесть глубже. Да, если ахиллова затянута, если ты босиком, да. Ну, вы, наверное, смотрели или видели, что у американцев в пауэрлифтинге или босиком приседают, или в кедах на плоской подошве, да. Для того, чтобы именно как раз ахиллово сухожилие было подвижно. Ну, в пауэрлифтинге, там же таз больше назад уходишь. Да. Ну, это зависит еще от конституции, длины бедра, там, этот. Ну, да. Уча, что если плоская подошва, там у тебя не получится колено вывести вперед. А у нас, как бы, в бодибилдинге, допустим, если хочется квадро качать, то надо, чтобы были квадродоминантные упражнения. То есть, там, где колено уходит вперед, а оно не сможет, если у тебя на плоской подошве, если ты хочешь приседать, допустим, и сделать квадро качать. Ну, в принципе, можно сейчас, там, ну, на дисках просто неудобно физически это делать, да? Можем диски, вот мы делаем, допустим. Мы подкладываем в некоторый диск. А сейчас еще продаются треугольники такие, ну, подставочки, да, можно вставить ногу. То есть, это замена штангетки, грубо говоря. Да, 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 то есть, просто нам нужно, чтобы пятка была выше, если хотим работать над квадрицепсом. Для того, чтобы колено уходило за носок и чтобы больше работал этот квадрицепс. Да. Именно квадрицепс, разговор идет о медиальной вот этой каприды. Любой, все виловки. Все, да, медиальные. И латеральные, и все, да? Прямая. Хорошо, ну, не поругались, ладно. Не, просто обычно, когда спрашиваешь про штангетки, и все начинают, да вот штангисты всю жизнь там приседали, и что-то там пристал к этим штангеткам. Ну, вообще штангетки, они более для силовых таких, ну, именно на количество, вот, допустим, на раз, да? Что у штангистов нужно вывести результат на раз, ну, когда оно помогает. И у, скажем, твоих... Ну, у пауэрлифтеров не всех. У штангистов там импульсная работа, там это прыжковая техника, там со стопой такая большая нагрузка, вполне возможно. Хотя я спрашивал у тренера сборной России, у тренера сборной России по штанге, тяжелой атлетике, спрашивал, говорю, историю штангеток, а откуда они, вот этот каблук, там же разница каблуков, там у них разные эти размеры каблуков оказываются. Я спрашивал, откуда это, вот откуда идет все это? Он говорит, штангетки, штангетки, я не знаю, вот, вот и все, ответ такой, говорит, удобно и все. Удобно, да, все удобно. Но угол, наверное, тоже каблук подойдет, не прям всех тоже, все разные. Да, у всех же, да, разная антропометрия, поэтому у кого там, ну, голень, да, не такая там длинная, ему может и так удобно складываться будет тоже. Соотношение длины вот от пятки до колена и от колена до пояса, оно очень важно. И по этой антропометрии можно определить, человек куда там, может он много приседать, там, да, вот такие. Да, согласен. Это не значит, что ты можешь быть там, высокий никогда много не присядет, или низкий много, или низкий больше присядет. Это зависит от соотношения вот этих длин. Да. Это не так, что высокий. Да. Ну и спина к ноге тоже. Да, да, вот это именно от этих частей. Высоким поэтому тяжелее приседать, высоким. Да. Хотя в последнее время штангисты, ну, это их не профильные приседания, там, хорошие штангисты не приседают на максимальный результат тоже. Они вот как бодибилдеры, такие топовые штангисты. Ну, в принципе, вот то, что мы видим на видео, там, японские, китайские штангисты, вот, маленькие, коротенькие, они там, с весом 70, собственным весом 70-80 килограмм. Да, да, у них приседания, там, под 300 килограмм, там, на несколько раз, там, они делают, там, да, да, ну, такая конституция у них удобная для этих подсобных упражнений. Ну, что, давайте в заключение перейдем к питанию, пауэрлифтинг и бодибилдинг. Значит, в пауэрлифтинге, как мой товарищ пауэрлифтер говорил, когда его интервью спросили, говорит, какой режим питания в пауэрлифтинге? Он говорит, режим питания в пауэрлифтинге никакой. Чем он мне и нравится. Вот, а, конечно, сейчас, если мы глубоко коснемся темы бодибилдинга, это еще на час, наверное, пропитание, да? Да, на самом деле, все просто. Просто белки, жиры, углеводы распределяешь, если не растешь, добавляешь, если уже слишком сильно растешь, а тебе столько не надо, убавляешь. Хорошо, ну, давай тогда я тебя каверзный вопрос спрошу. С годами желудок устает перерабатывать смешанную пищу. Мы знаем, да, мы элементарные вещи знаем про наш желудочно-кишечный тракт, что белки перевариваются одними ферментами в желудке, да, а углеводы начинают там во рту перевариваться, потом они там в кишке начинают перевариваться, минуя желудочно-кишечный тракт. Да, смотря какие сложности. И когда смешанная пища, она усложняет переваривание, то есть и белок некачественно переваривается. Ну, я так не думаю. Это как ты ко всему приспосабливаешься. Если ты какой-то период что-то не ешь, то, возможно, ты отвыкнешь, и потом тебе сложно это будет есть. А так, когда я ем постоянно по нарастающей спирали, то только в гору, и нет у меня такого, что у меня какой-то сбой. То есть переваривание идет независимо от количества килокалорий на межсезонье? Да, просто, ну, понятное дело, что там белок тяжелый продукт, но надо просто на него там больше овощей есть. Там нормальному взрослому мужику килограмм овощей, килограмм фруктов в день в сумме съедать. Ну, то есть тебя не парит этот вопрос, и у тебя нету... Ну, у меня вообще нету такой, я не знаю, когда там люди говорят, что я не могу давиться этой грудкой, боже, да вы, значит, мало тренируетесь. И вам есть не хочется, конечно, в смысле, я есть хочу даже когда поел. Нет, я уточню вопрос, смотри, если ты ешь куриную грудку с рисом там, да, или с макаронами, то ты смешиваешь углеводы там, да, плюс еще салат вместе с белком. Как все это в желудочно-кишечном тракте, ну, вот Манолис хотел что-то сказать, как это с твоей точки зрения? Ну, это не с моей, а вообще вот желудок, это просто мышца, она просто пищу, химус перерабатывает, то есть, такую типа жижу, и подает в кишечник, то есть, тонким слоем. В желудок ничего не делает, ну, сам, не, ну, желудок предназначен для белковой... Ну, хорошо, ладно, не будем это самое, чтобы не кидать никого в море, да. Просто вот про что сказать, желудок, он, у него свойства сжимать, размешивать и подавливать, мять там еду, грубо говоря. Чем жестче пища, тем ему сложнее, поэтому не бойтесь там попить воды, там, овощей закинуть, чтобы помочь, как можно тщательнее прожевать, тогда ему будет проще, и тогда усвоение будет быстрее. А то, что смешано, да, ему вообще все равно, он... Соляная кислота все сварит там, да? Все, это советы от старого бодибилдера, от старого волка бодибилдера, который уже 10 лет питается, и аппетит у него не падает. Да, да, просто вот, например, если вы весите там 140 килограмм, вам надо принимать там 7 тысяч калорий в день, и вы будете раздельно питаться, да вы должны тогда будете каждые 10 минут есть. Вот. У вас не хватит на это времени. Да, это основное оправдание бодибилдеров, что просто, ну, никак не получится, да, сколько ты потребляешь килограмм калорий на подготовке, когда у тебя нет ограничений, когда ты не сушишься. Ну, вот на массе в этом сезоне мы ели до 6 тысяч, от 5 до 6, не меньше 5, но не больше 6. Просто тихонько, то есть, в такой период был 5, потом, сейчас будем увеличивать. Хорошо. Сейчас будем увеличивать. Да, ну и давай все-таки предостереди наших зрителей, какие продукты для бодибилдера считаются наивреднейшие? Ну, там, 5. Ну, такого нет. Хинкали, чебуреки, пельмени, это все в пользу. Ну, просто главное, чтобы вы, да, вкладывали в норму белков, жиров, углеводов, так вы можете, ну, если вам нравится хинкали, ешьте хинкали, просто. Ну, просто вы будете, должны понимать, что если там они, в них там жира много, то вы белка уже не доберете. Вы наберете вот эти свои 6 тысяч калорий, но они в приоритете будут у вас из жиров, поэтому вы белка не доберете. В архив, в архив это видео положим, и потом, когда ему будет 61 год, ну, 60 лет, а меня уже не будет, у него спросишь, ты, ну, старушка подойдешь, скажешь, а ну, сынок, расскажи-ка, как ты сейчас питаешься. Со временем, конечно, все поменяется, но сейчас, молодые годы, пускай все подряд молотит, раз получается, катком едет, и все у него будет хорошо. Ну, конечно, это тоже, да, есть в плане того, что я сейчас сказал в грубом понимании, типа, набора или похудения, но есть еще и коэффициент полезного действия. Понятно, если вы берете там, например, мед и чистый сахар, понятное дело, по калориям может быть одно и то же, но в меде там больше витаминов. Да. Или во фруктах, поэтому, если брать какой-то приоритет, исходя еще из этого, тоже можно глубже разобраться, а если у вас просто задача похудеть или набрать, можно, ну, нравится вам этот продукт, вы вот от него кайфуете, и вам морально так легче будет дальше соблюдать питание и влезать в норму калорий, ну, добавьте этот продукт. Если нет, то и вы хотите все там прям четко, здоровое питание, ПП, типа, ну, ешьте тогда только из таких натуральных. Замечательно. Давай тогда перейдем к последней теме, которую ждали нетерпеливо все зрители, которым вообще неинтересно, что мы рассказывали в течение вот этих там сорока минут. Сколько все-таки в неделю? А, границ? Сколько в неделю? Ну, давай мы так мягко коснемся этой темы, но я по-другому спрошу. Сколько на сегодняшний день, не про тебя лично, да, сколько на сегодняшний день в бодибилдинге, вот, ну, я скажу, в пауэрлифтинге считается кубик в неделю про тестостерон, да, но сейчас новая тенденция, сейчас все перешли на миксы. То есть, когда в мои годы, там, 30 лет тому назад, 20 лет тому назад, ну, 30 лет тому назад был метандрисленолон, это, как бы, база, там, эритоболил, там, вот это, колебания такие, то на метане, то на эритоболиле, потому что другого ничего не было. Ну, да, не было выбора. Да, потом, 20 лет тому назад разговор был о тестостероне, и там были и 4 куба в неделю, и там и кто-то, и 6, и ходили с замороченными глазами, непонятно, как его зовут, он сам не знал, как его зовут. Сейчас все перешли на миксы, то есть, используют различные соединения препаратов, да, и в малых дозировках, и стараются где-то, чтобы это было в пределах, ну, в пауэрлифтинге считается, что кубик в неделю, это, ну, ага, там, как армяне говорят, 7-8, ну, полтора в неделю, вот так, да. Сколько в бодибилдинге? Ну, это все тоже индивидуально, если у вас цель вырасти, то вы должны добавлять во всех аспектах, как мы говорили в самом начале, питание, сон, тренировки, если вы уверены, что вы уже добавили на максимум питания, если вы добавили на максимум тренировки и режим сна, то только тогда можете еще добавить и фармакологию. Ну, насколько, вот, кто, вот, фармакологией увлекается, какая сейчас мода в бодибилдинге, о какой дозировке речь идет сейчас? Это все тоже зависит от разных категорий, разного веса, также, например, если человек жмет штангу 100 килограмм и на этом растет, вот, ну, зачем ему добавлять еще, он растет и так, и там свой кубик в неделю ставят. Если он уже весит там 140 и не растет, а хочет больше, а он уже 2 куба ставит, ну, ему придется ставить, потому что он уже, все рецепторы там привыкли, ну, и надо... Хорошо, давай я тебя по-другому спрошу. Есть такое понимание на сегодняшний день, что излишнее количество тестостерона не решает вопрос? Да. Излишки тестостерона, то есть вот человек там херачит, херачит, но мы сталкивались с этим, да? Да, конечно, зайти в спортзал, да, каждый второй что-то ставит, и он выглядит не как бодибилдер и жмет, приседает, не как пауэрлифтер. Да, да, а он ставит, скорее всего, и... Они сразу, что говорят, они сразу пишут вот этим поставщикам, что вы нам продали не то... Либо они говорят, что те, кто жмут больше их, они ставят еще больше. Да, да. Нет, просто они не держатся... Вот это, вот этот секрет мы сейчас раскрыли, поняли, да? Давай еще раз повторим, значит, те, кто жмут больше, вы считаете, что они больше и колен, да? Вот это же логика такая, дебилов, понимаете? Потому что и в натураху кто-то бывает сильнее, а кто-то слабее. Что тогда вы там говорите? А вы тогда говорите, что он уже на химию сел, понимаете? Все начинается вот в этих подвальных качалках, вообще шикарно, шикарно тут рыбки прыгают, малечки. И все интриги и сплетни рождаются на пустом месте. Тренируйтесь, качайтесь и включайте голову и в питании, и в фармакологии, и во сне, и в сексе. Вот. А если вы там с больной головой пришли в зал после ночного клуба, то вы точно не будете жать 200 килограмм ни на 5, ни на 8 раз, ни на 20 раз. Да, и самое главное, если у вас не идет результат, вы рассмотрите все самые вот эти первые аспекты с питанием, с тренировками, с режимом сна. С мотивацией. И улучшите их, да, улучшите их, а потом уже добавляйте фармакологию. То, что если вы просто добавите фармакологию и не добавите в других показателях, у вас просто будут сбои гормонов, вы себе что-нибудь заработаете, нездоровая совсем, и кому это будет нужно. Давай это самое, закончим на приятной ноте. Я, ты не познакомил со своей женой. Моя супруга уже 5 лет вместе, Кристина. Кристина, можешь сказать, тебе нравится бодибилдер Андрюха? Это сложно. Но я имею в виду не как муж, а как бодибилдер. Для тебя он совершенство, он лучший? Или ты можешь его покритиковать за то, что у него там трапеция не так? Она не скажет правду, я же сильнее ее. А, то есть идет доминация, да? Она уже видит, как я под столом сжимаю кулаки. Я понял. Да, он взял на сушники. В общем, как тебе 5 лет жить с человеком, который занят только собой? Как говорят, мы обслуживающий персонал. Это он говорит тоже. Ну, это все шутки, конечно. Не, ну ты себя же отдала немножечко в жертву. Есть такое, да, вот ощущение? Ну, это же как бы брак. Тебе нравится вообще его увлечение вот это, да? Потому что вот моя жена снимает уже 40 минут, у нее уже пальцы онемели. Она снимает меня, потому что ей тоже это нравится. Ей нравится. Ну что, давай на этом закончим уже. Да, в том случае вот хотел тоже. А, ну давай. То, что как уже затронули тему вот жен, там, друзей, тренеров. Потому что что бодибилдинг, что пауэрлифтинг, хоть ты и выступаешь на помосте, на сцене, сам стоишь там, да, с соперниками, но за кадром, за сценой, это все равно большая команда. Это твои друзья, тренера, семья, твоя поддержка. Потому что без них в любом случае опускаются руки. И когда там вот скажут, ты же сам работаешь тренером, ты что, себя натренировать не можешь? Да. Не можешь, потому что морально мы все равно слабые, либо где-то мы наоборот хотим ужесточить что-то, а тренер. С холодной головой, с адекватной вот этой оценкой подходит и тебе говорит, что здесь уже не надо жестить, а здесь добавь, потерпи. И вот это только он тебя может адекватно оценить. Это очень, да, это очень здравое дополнение, потому что не каждый из нас готов работать с тренером, потому что это очень такой индивидуальный вид спорта. Ну, надо доверять в первую очередь, потому что, ну, это такой, да, вид спорта, когда все зависит. Думаешь, и сам справлюсь. Ну, да, ты уже тоже есть какой-то опыт, ты думаешь, да я же сам людей тренирую. Ну, я все, вот мне сказали так. Мне так и проще соблюдать, потому что у меня есть ответственность перед человеком, что он тратит свое время, вот он приехал. У него, кстати, сегодня день рождения, вот, завтра у меня соревнования, вот у нас, можно сказать, что будем надеяться, что они закончатся хорошим подарком, золотой медалью. Вот, и да, и эта команда, вот он приехал, тратит свое день рождения, тратит свое время, поехал в другой город, хотя мог бы сейчас пить пиво. С водкой. Я продолжу. Сейчас пойдем. Отлично, обязательно, конечно, мы снимем обязательно видео, как Андрей выступает, и в концовочку там сделаем, поэтому я какие-то фрагменты выкину, как превью такое, а основное мы закинем вместе уже с выступлением. Пожелаем хорошего выступления Андрею, и вот что я хочу в конце сказать, вот смотрите, мне 60+, там уже скоро будет 61, ну, в следующем году. Скоро там еще дожить надо, вот, а Андрюхе всего 17 лет, и смотрите, как мы с ним, да, и смотрите, как мы выглядим, да, вот, я в свои 60 выгляжу, как, ну, моложе него, да, заметно сразу, да. Я просто на сушке. А сушка, она сразу старит, потому что все морщины вылазят. Я к чему говорю, что вот мы с ним общались 10 лет тому назад, ну, одинаково, одинаково, и сейчас общаемся, в общем-то, в принципе, нету каких-то там комплексов, там, зажимов, там, да, каких-то. Потому что спорт, он выравнивает вот эти границы, потому что, когда одним делом занимаемся, то возрастные границы, они как-то теряются. Ну, морально, конечно, человек понимает, что я уже дедушка, вот, ну. Да, у меня, кстати, вот, глядя на тебя, сейчас же модно снимать видео, типа, там, спортсмен, там, мастер спорта притворился уборщиком. Глядя на тебя, у меня впечатление, что ты снимаешь пранк, как дедушка притворился школьником в такой же одежде. Да, то есть, я наоборот все, да, да, ты в обратном. Ну, мне пишут, там, смотрите, старый, старый дед одел детские вещи, там, скейтборд. У скейтера избил, забрал ему одежду просто. Да, 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 и ходят, что, оденься нормально, вот, оденься нормально, это как, там, палочку взять, там, дырявую шляпу. Не, я вот, на самом деле, только респектую, потому что, реально, сколько Олега знаю, я такой, когда его первый раз увидел, я такой, я вот таким хочу дядькой быть в возрасте, что, потому что смотришь на тебя, ну, 60 лет, ну, это уже реально дедушка. И когда ты смотришь, кто выглядит в 60 лет, да, многие до такого даже не доживают. Ты смотришь, человек, который, там, Станову 200 делает, жмет 200, то, блин, ну, это только респект, поэтому... Все, вот, все остальное вырежу, вот это оставлю, и на этом мы заканчиваем. Всем пока, и ждем выступления Андрюхи. Не подведу.